В настоящее время отмечается увеличение частоты заболеваний щитовидной железы. Причиной тому воздействие неблагоприятных факторов, ухудшающаяся экологическая обстановка, неправильное питание. На сегодняшний день особенно актуальна эта проблема для жителей нашего региона. Поэтому сегодня мы решили поговорить об эффективных методах диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы. А в гостях у нас врач-терапевт, эндокринолог Ильина Александровна Клюева. Ильина Александровна, скажите, пожалуйста, действительно ли жители нашего региона больше подвержены заболеваниям щитовидной железы и почему? Вся территория Российской Федерации России является йод-дефицитным регионом. Нижегородская область также является йод-дефицитным регионом с йодной недостаточностью лёгой и средней степенной тяжести. Чем грозит нам дефицит йода? Во время беременности развитием в дальнейшем йод-дефицитных заболеваний после окончания беременности. Для ребёночка врождёнными аномалиями, задержку физического развития, умственного развития. Взрослым людям развитием йод-дефицитных заболеваний, так как увеличение щитовидной железы и образование узловых образований. Для того, чтобы ликвидировать дефицит йода, используется массовая йод-профилактика, групповая йод-профилактика и индивидуальная йод-профилактика. Массовая йод-профилактика – это использование солей йода для йодирования продуктов, которые мы наиболее часто употребляем. В группе риска также проводится йодная профилактика. К ним относятся кто? Беременные женщины, кормящие женщины и детишки до 2 лет. В этом случае употребляются препараты йоду. То есть, чтобы снизить риск заболеваний щитовидной железы, необходимо проводить йод-профилактику, и таким образом снижается риск этих проблем. Массовый йод-профилактика. То есть не забывать использовать йодированную соль. Понятно. Инна Александровна, скажите, пожалуйста, а действительно ли заболевания щитовидной железы могут протекать бессимптомно? Йод-дефицитные заболевания, к которым мы относим, увеличение щитовидной железы, узловые изменения щитовидной железы, они, как правило, являются бессимптомными заболеваниями, особенно в начальных стадиях, и поэтому всегда являются находкой при профилактическом обследовании. Александр, скажите, пожалуйста, а какие методы диагностики есть у заболеваний щитовидной железы, кроме, как понятно, клинической картинке сбора анамнеза? Начинаем обследовать щитовидную железу, проводя ультразвуковые исследования, которые нам позволяют определить объём щитовидной железы, расположение железы и её структуру. Вторым методом, который тоже помогает эндокринологу быстро поставить диагноз, является взятие гормонов щитовидной железы и гормонов гипофиза. Кроме того, существуют методы тонкоигольной аспирационной биопсии. Это позволяет на раннем этапе определить, доброкачественные или довослокачественные клетки находятся в этом узелочке и вовремя оказать помощь пациенту. И ещё один метод, которым мы стали довольно часто использовать, – сцинтиграфию щитовидной железы, при котором мы определяем горячие или холодные узлы, и в зависимости от этого тоже определяем тактику ведения пациента. Илья Александровна, скажите, пожалуйста, а на сегодняшний день есть методы лечения, которые позволяют пациенту снова почувствовать себя здоровым, которые помогают восстановить работу щитовидной железы? Конечно. Нужно обратиться к эндокринологу, а может обязательно доктор в лечении данной патологии. А какие подходы к лечению заболеваний щитовидной железы на современном этапе существуют? Существует несколько методов лечения щитовидной железы. Это медикаментозное, радиоизотопное лечение и хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы. А для лечения эндокринологического зуба мы применяем препараты йода. Ирина Александровна, по традиции, в завершении нашей встречи, пожалуйста, дайте свои рекомендации нашим зрителям. Мы все должны проводить массовую йод-профилактику, чтобы избавиться от йод-дефицитных заболеваний щитовидной железы. При возникновении проблемы с заболеванием щитовидной железы вам обязательно нужно обратиться к эндокринологу. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи в работе.